По-прежнему главной темой не только российских, но и мировых СМИ остается развитие ситуации на Украине. Эти события так или иначе коснулись многих сфер нашей жизни. В наших репортажах мы регулярно рассказываем о том, как реагируют на санкции наша экономика, как ведется работа с беженцами и, конечно, следим за новостями с фронта. Ведь сотни военнослужащих российской армии, в том числе и из нашего региона, сегодня выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. О том, какую поддержку им оказывают в тылу, рассказывает Дмитрий Нечаев в рубрике «Колонка главного редактора». Здравствуйте, это «Колонка главного редактора» в студии Дмитрий Нечаев. С начала спецоперации на Украине прошло три месяца. Уже наработан немалый опыт и в плане боевых действий, и в информационной войне, и в практике противостояния в экономической сфере. В целом, динамика событий, их логика, реакции и возможности противников более или менее понятны. Можно даже подвести некоторые итоги. Промежуточные, конечно. Поэтому сегодня, как говорится, немного статистики. Интересной и актуальной. На прошлой неделе социологи в ЦИОМа составили портреты сторонников и противников спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Россияне, поддерживающие действия нашей страны, ощутимо преобладают во всех группах, кроме разве что наименее обеспеченных. Если говорить в целом, то чуть чаще против нее выступают молодые люди. Исследование проводилось с помощью телефонного опроса, и в нем приняли участие 1609 респондентов из всех регионов России. К противникам операции авторы исследования отнесли людей, которые ответили, что они отменили бы ее, если бы могли, а к сторонникам тех, кто выступает за доведение начатого до победного конца. И таких 55% респондентов, тогда как за отмену операции лишь 29%. Ну а остальные, видимо, не дали никакого ответа. Интересно, что за продолжение операции высказалось большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет. И лишь среди молодых людей от 18 до 29 лет тех, кто поддерживает операцию, меньше половины, 42%. Ну а с возрастом число ее сторонников растет, как следует из опроса. Поддерживающие спецоперацию россияне уверены, что ответственность за обострение отношений между Россией и Западом лежит на США, НАТО, Евросоюзе и Украине. Напротив, желающие отменить операцию респонденты почти единогласно говорят, что в обострении отношений виновата Россия. И таких 93%. И вот это, знаете ли, странно. Такое впечатление, что они не знают о том, что за свои 70 с лишним лет существования НАТО постоянно и неуклонно ползло и сейчас движется на восток, к рубежам нашей страны. Грубо нарушая свои же ключевые обещания о нераспространении альянса, удваивая число своих членов, ведь начинали, как помнится, с 12 стран, а теперь их более 30. И сейчас еще сразу почти десяток стран в кандидатах на вступление. И все тут у нас, под боком. НАТОвцы, наращивая угрозы на границах России, постоянно транслируют антироссийскую риторику, весьма небрежно обертывая все это в давно протухшую идеологему о том, что Североатлантический альянс – это, мол, про укрепление мира и безопасности. Ну-ну. Кто сейчас вспомнит, к примеру, про заключенные в годы ОНИЕ, важнейший протокол встречи политических директоров Министерства иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии. А ведь, согласно этому документу, устанавливалось, что альянс не будет расширяться за пределы реки Одер – это границы Польши и Германии. В связи с чем Польша, как мы помним, не могли предложить членство в НАТО. Вроде тогда договорились. И сами, конечно же, в очередной раз наплевали на это. Ведь у них там как заведено. Если очень надо, то и можно, а другим – нет. Комментируя этот случай с нарушением договора, аналитик Центрального разведывательного управления США Рей МакГоверн так и сказал, что Запад попросту снова обманул Россию о нерасширении НАТО. Ну а сегодня США и вовсе взяли курс на полный демонтаж сложившейся системы международной безопасности, накачивая украинский плацдарм летальным оружием, засылая туда тысячи боевиков, щедро финансируя информационную войну против России и оказывая грубое давление на наших сторонников. Ну и вот возвращаясь к социологии ВЦИОМА – Всероссийского центра исследования общественного мнения. Интересно, что, как заявили большинство опрошенных, Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада. И так считают 89%. Но только надо осознавать, что для того, чтобы так жить, нужно быть сильными, самостоятельными и развитыми. А если постоянно сдавать свои позиции, не замечать угроз, не предпринимать ничего для отстаивания своих же интересов, то жить по своим правилам точно не получится. Президент России неоднократно предупреждал Запад о том, что мы видим и осознаем происходящее на наших западных границах. Говорил об угрозах, которым приведет такая политика коллективного Запада. И все это, казалось бы, мирное время накапливалась критическая масса. Ведь, как известно, именно мирные времена рождают войны. Вы знаете, многие из тех, особенно молодых людей, кто сегодня, так сказать, колеблется, родились как раз в эпоху относительного затишья. Они привыкли жить в атмосфере комфорта, к почти полному отсутствию идеологии ни тебе пионерии, ни комсомола. Они привыкли к некому полувиртуальному миру, к материальной системе ценностей. Новый желательно американский смартфон, брендовые кроссовки, поход в западный фастфуд, просмотр новинок голливудского же кино, бесконечное залипание в созданных за океаном соцсетях и мессенджерах. Все это перестраивает массовое сознание, уводит от понимания и решения реальных задач. Это как временная анестезия для масс, чтобы они не замечали действительно значимых изменений, тех самых тектонических сдвигов планетарного масштаба, тех, которые определяют судьбу нашего государства и мира на далекие, едва обозримые перспективы. И вот, отвлекая наше общество такими бирюльками, под сурдинку изощренные западные политики неуклонно делают свое дело годами, десятилетиями. Вот смотрите, на днях вновь всплыли в медийном пространстве две почти столетних рептилии – Киссинджер и Сорос. Оба почти целый век целеустремленно и действенно ненавидят нашу страну, вне зависимости от того, кто и когда ее руководил за это время. Сегодня для них есть путинская Россия. Это угроза западной цивилизации, и она должна быть, с их точки зрения, побеждена. Причем любой ценой. Когда Сорос говорит о том, что мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне, он имеет в виду именно поражение России, а не мирные переговоры. Они, если заметили, вообще ни разу не призвали русских и украинцев прекратить стрелять и сеть договариваться. Нет, им это не нужно. Они тушат этот пожар бензином, постоянно накачивая незалежную сотнями тонн оружия. Сорос просто повторяет слова радикально настроенной части англосаксонских элит, призывая покончить с русским миром. И пока им удается навязывать этот подход большей части элит европейских. Которые при всем этом, конечно же, хорошо понимают. Их вынужденно сделали заложниками англосаксонской игры против России. И из рациональных соображений, похоже, далеко не все в Европе собираются ставить все на ее поражение. И, кстати, их позицию, а также взгляды реалистов среди англосаксов в большей степени выражает Генри Киссинджер. Ставка на поражение Москвы – тяжелейшая ошибка Запада. Нейтральная Украина уже не может быть предметом компромисса между Западом и Россией. Об этом нужно было говорить не до 24 февраля 2022 года, а до февраля 2014 года, до свержения Януковича и победы Евромайдана. Сейчас ни о каком нейтралитете и тем паче сдаче Украины речи быть уже не может. Просто потому, что Россия возвращает свое историческое единство, органично воссоединяется с частью русского мира. Запад может всеми силами пытаться мешать нам, затягивать этот процесс, но рано или поздно ему придется смириться с реальностью и признать неизбежное. Очередная попытка пересмотреть границы Европы и русского мира провалилась. Точно так же, как и все предыдущие. Ну и в финале пару слов о том, с чего начал. Об уровне поддержки нашей спецоперации, наших солдат-офицеров, которые сейчас выполняют свой долг. Они его выполнят. Русская армия победит. Главное, чтобы в тылу за ними и за них стояло крепкое гражданское общество. Собранное не из трусов, которые только ноют и всегда готовы сдаться. Настоящее гражданское общество – это люди, которые намерены победить. Которые верят в победу и бьются до победного конца. Это те, кто чувствует себя частью одной страны, одного народа. Это все. И солдаты на фронте, и те, кто поддерживает их в тылу. И те, кто сегодня шлет свою тысячу с пенсии на бронежилеты нашим ребятам, и те предприниматели, кто не жалеет миллионы, кто щедро поддержал раненых бойцов, проходящих лечение в наших госпиталях. И те школьники, которые пишут простые трогательные письма с благодарностью нашим воинам. Выжигающим каленым железом фашистскую нечисть, окопавшуюся на Украине. К счастью, истинных граждан у нас точно большинство. Это ясно и без опросов. Поэтому мы побеждали, побеждаем и будем побеждать. Это была колонка главного редактора с Дмитрием Нечаевым. До встречи в эфире.